Русский язык Русский язык Это такие два столпа нашей литературы. Золотой век русской литературы начинается он, по мнению многих литературоведов, скорее desde Пушкина. Толстой, в общем, уже умер в 1910 году. Это уже был конец золотого века литературы. То есть, по сути, он его завершает. Экспонаты выставки — это копии, рукописи, произведения писателей, фрагменты их писем, дневников, отрывки прозы, стихов и иллюстрации к ним, также семейные фотографии Льва Толстого. Всё это предоставили государственные музеи Толстого и Пушкина. Нам очень интересно прийти, посмотреть на выставку, пройтись углублённо по истории русской литературы. И мы, так как мы студенты творческого колледжа, нам очень интересно прийти и посмотреть. Неожиданно что-то новое появилось, то, что приехали, первый раз вообще показывают. Стало интересно узнать больше информации о творчестве Пушкина и Толстого. Проект «Русский язык и литература. Культурное достояние народов России» организован Центром кинофестивалей международных программ, компанией «Кинофокус», Министерством культуры Хакасии, Государственным музеем Льва Толстого при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Его реализация запланирована в 2022-м не случайно. Он объявлен в стране годом культурного наследия народов России. Новый проект носит культурно-просветительский характер, направлен на сохранение традиций, привлечение внимания к важности изучения русского языка, литературы. Реализуется в три этапа в разных городах страны. Абакани, Липецки и Владикавкази. Хакасия стала стартовой площадкой. «У нас долгие-долгие годы сотрудничества очень эффективного, это уже дружеские отношения. И в плане эффективности сотрудничества могу сказать, что, конечно, представление России Хакасии в рамках государственных проектов, это всегда самый высокий уровень, самые прекрасные отзывы, авторитетно, талантливо представляется наша страна именно хакасскими артистами. Поэтому, конечно, когда мы писали этот проект и делали концепцию, ну и уже практическое воплощение излагали этого проекта, и получили поддержку президентского фонда культурных инициатив, то первый этап – это был, конечно, Хакасия. Мы очень рады, что мы вернулись. Я тоже подчеркиваю всегда, что мы не приезжаем в Хакасию, мы в Хакасию возвращаемся». «Благодаря поддержке коллег и Татьяны Владимировны лично творческие коллективы Хакасии побывали на крупнейших международных фестивалях, презентовав не только культуру Хакасию, но и Российской Федерации на площадках Италии, Франции, Германии. Собственно говоря, наша международная деятельность продолжается». Это плодотворное творческое сотрудничество вновь накрыло Хакасию волной искусства – русского. И представлено оно не только экспозицией, посвященной великим писателям, но и музыкальными и литературными встречами. «Тема лекции – театр, литература, история. История русского языка. И я буду делиться просто своими знаниями, что я знаю о театре, что я могу сказать о взаимодействии литературы и театра. И, конечно же, о театральных школах. Я закончила Самощепкинское театральное училище, и мне близка школа русского национального театра, школа малого театра, методика преподавания актёрского мастерства. В конце этой лекции я хочу показать фильм о истории малого театра». Творческий вечер в Республиканской филармонии собрал поклонников русского романса. На сцене лауреаты всероссийских и международных конкурсов Виктория Носовская, Илья Хардиков и Сергей Семёнов. Песня «Строцовская филармония» «Для меня это история, для меня это искусство, для меня это настоящее искусство. Воспоминания какие-то навеивают тревогу, грусть, положительные эмоции вызывают. Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы. Вы руку жали мне, промчался безвозвратно тот сладкий миг, его забыли вы». «Любовь, красота, романтика, хотя и с ноткой такой ностальгии, грусти. Вообще творчество интересно, а русское ни в какое сравнение с другими». Нет свободных мест и в этом зале, точнее университетской аудитории. Здесь с минуты на минуту начнётся публичная лекция, которую прочитает авторитетный филолог, профессор, доктор филологических наук Виктор Шаклеин. В зале студенты и преподаватели разных институтов ХГУ, но филологи в большинстве. Уверены, такие лекции позволят обогатить знания в области современного русского языка. «Действительно интересно, кто этим горит, увлечён. Те приходят и слушают интересные мысли, которые, возможно, мы не услышим на лекциях. Может быть, это будет что-то новое, такое вне тем программных. Поэтому я считаю, что это очень важно, и нужно посещать подобные мероприятия. Всегда был очень интересен сам процесс развития языка. Он постоянно преобразуется. Это явление очень сложное, многогранное. Любая встреча с известным человеком, особенно с человеком, который занимается непосредственно языком, русским языком, любым языком, это всегда очень полезно для любого человека, потому что языком пользуются все. В языке отражается наша жизнь, в языке отражается наша культура, в языке отражается всё, что происходит в жизни человека. И не только человека, а человечества, любой страны, любой нации, любого этноса. Сегодняшняя встреча, она, естественно, обогатит всех, кто сегодня сюда пришёл. А разговор пойдёт о социальных факторах и интернете, оказывающих влияние на развитие языка, устойчивых тенденциях в языке молодёжи. Причём Виктор Шаклеин, как профессиональный лектор, мастерски переплёл в своём выступлении сухое научное и любопытное публицистическое, чтобы материал стал интересен каждому слушателю. Язык — это необходимое условие существования и развития не только отдельной языковой личности, каждого из нас, но и всего человеческого общества. В родном языке отражается мышление человека. Овладев линбокультурными знаниями, он становится интересен другим людям. Как будущая учитель русского языка и литературы, студентка ХГУ именно факультета филологии и межкультурной коммуникации, меня очень задел гимн переделанный, который увидели в журнале, в газете. Прочитав его, нам озвучив, я поняла, насколько великая наша страна, и насколько много великих действительно имён, фамилий, которые внесли вклад в историю, в литературу и в культуру нашей страны. Меня посетила такая идея, что если попробовать перевести современный текст со современными словами, ну, попробовать на древнерусский язык. Мне было очень приятно, что одна из слушателей подошла, попросила сфотографировать этот текст. Очень приятно. Значит, это дошло до сердца вот этих молодых людей нового поколения, которым принадлежит будущее. Я очень рад, что побывал здесь второй раз, и я желаю, я закончил, желаю всем здравствуйте. В финале встречи слушателям вручили сертификаты участников лекции. Проект «Русский язык и литература. Культурное достояние народов России» уже скоро получит продолжение в других городах страны. Там тоже будут говорить о родном языке и литературе через призму научных конференций и выставок. А напоминанием жителям Хакасии об уникальных творческих днях станет эта экспозиция, посвященная творчеству Пушкина и Толстого. Она останется в республике навсегда. Участники проекта передали ее нам в дар. И уже сейчас познакомиться с экспонатами могут жители городов и районов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова